На столе колбы с водой за столом руководства региона. Вопрос изношенных водопроводных сетей в Ростове и воды с неприятным запахом уже вышел за пределы одного кабинета. Решение нужно принимать здесь и сейчас. Под угрозой здоровья 35 тысяч жителей. Половина очистного оборудования не работает. Износ более чем 100%. Конечно, это оборудование не позволяет подавать качественную воду. И надежность самогонная, Дмитрий Юрьевич. В любой момент возможно срывы, обрывы. Ростовский водоканал был построен еще в конце 70-х и полвека. Здесь не было ремонта. Сигналом к незамедлительному решению вопроса стало ЧП в апреле этого года. Во время паводка в квартире к жителям потекла вода с запахом навоза. После того, как ситуация была локализована, на сегодняшний день остается только принять меры для того, чтобы впредь она не повторялась. Потому что последние 10-15 лет при возникновении паводковой ситуации вода теряла свое качество. Качество воды в Ростове страдает и от отсутствия. У водоканала собственной техники, а в лаборатории не хватает оборудования. Общая сумма, которая потребуется на полную реконструкцию сооружений и внутридомовых сетей – 600 миллионов рублей. Первый этап – 200 миллионов. Дмитрий Миронов дал поручение правительству взять ситуацию на контроль. Да, я согласен, что это тяжелое наследство досталось нам от прошлого руководства области. Проблему нужно было решать, что называется, еще вчера. Люди не должны страдать от качества воды, должны получать нормальную, хорошую, качественную воду. Переоборудовать коммуникации начнут по всему городу. Во избежание и конфузов – в первую очередь в исторической части. Ростов стал победителем конкурса Министерства строительства и получит порядка 50 миллионов рублей на благоустройство. Проект новой площади уже готов. В первую очередь на деньги, полученные по конкурсу Минстроя, благоустроят вот эту соборную площадь в районе Ростовского Кремля. Также приведут в порядок, в едином стиле сделают все фасады зданий, работа уже началась. Ну а вместо разбитого асфальта здесь появится брусчатка. Масштабные реконструкции ждут и в Борисоглебском районе. Падающая на голову штукатурка, заколоченные двери и щели в полах – так встречает областную делегацию спортивный зал в местном Доме культуры. Из-за аварийного состояния помещения у руководства нет лицензии на работу с детьми. Он необходим тем, что можно даже проводить областные мероприятия, не только районные. То есть зал в районе один-единственный такой, который как бы под всем стандартам. Сам же Борисоглебский дом культуры начали приводить в порядок еще в 2016-м. Отремонтировали фасады, крышу, фойе и санитарные зоны. В этом году по программе «Решаем вместе» на очереди зрительный зал и сцена. Много артистов увидала. Много их на районе. Решение по дополнительному ремонту спортивного зала стало подарком жителям района на День защиты детей. Ну а глава региона преподнес настоящий сюрприз тем малышам, которые в защите и семье нуждаются особенно. Это 26 воспитанников социального центра «Искорка». Светлана Доброхотова, Сергей Ватин. День в событиях. Продолжение следует...